Можно ли снимать человека без его согласия? Конкретного человека, либо группу людей? Давайте мы сегодня поговорим и ответим на этот вопрос. С вами канал Доступное право. Подписывайтесь и заранее ставьте лайк. Итак, здесь есть два основных положения закона, которые необходимо понимать. Давайте разберем первое. Нельзя снимать людей без их ведома. То есть нельзя, например, устанавливать скрытые камеры, потому что это будет нарушение неприкосновенности личной жизни. Это очень важно. Более того, если у вас есть технические средства, предназначенные для негласного получения информации, ну, например, ручка, в которой скрыта видеокамера, либо у вас там какие-то очки специальные, у которых вшита видеокамера скрытая, в таком случае вас за это могут привлечь даже к уголовной ответственности. Просто за факт покупки такой ручки или таких очков. Это очень важно понимать. Поэтому снимать скрыто определенно нельзя. Но что делать, если вы снимаете на телефон или на камеру и хотите получить ответ на этот вопрос? Смотрите. В этом случае, если вы снимаете явно открыто, снимать можно. Можно снимать и обычных людей, и сотрудников полиции, и снимать в магазинах, в общественных местах. Здесь нет никаких ограничений. Наоборот, например, съемку сотрудников полиции снимать даже поощряется, согласно статье 8 Федерального закона о полиции, которая говорит о гласности в работе сотрудников органов внутренних дел. В остальных случаях снимать можно, но здесь есть очень важный момент, который необходимо понимать. Вы можете снимать людей без их согласия, но вы не можете публиковать это без их согласия. И об этом нам прямо говорит статья 172.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Она так и называется. Охрана изображения гражданина. Согласно этой статье, вы не можете публиковать изображение гражданина, фото, видео без его согласия. Это очень важно. Поэтому вы не можете даже сделать фотографию, выложить ее куда-нибудь в подслушанную Тверь, Омск или подслушанную ваш город. Или выложить ВКонтакте, даже к себе на страничку. Вы не имеете такого права без согласия этого человека. За нарушение этой статьи также предусмотрена ответственность. Поэтому так и получается. Вы можете снимать людей, но вы не можете их публиковать. Есть, конечно, исключения. Например, если вы снимаете общественное место и какую-то толпу людей, и этот гражданин, изображение человека не является там главным объектом съемки. В таком случае, да, можно использовать такую фотографию. Также можно использовать, если вы выкладываете изображение в публичных общественных интересах. Например, это какая-то новость, либо изображение какого-то чиновника. В таком случае, да, вы можете использовать это изображение. Надеюсь, что я понятно и доступно объяснил. С вами был канал «Доступное право». Подписывайтесь, ставьте лайк. Если у вас есть какой-то любой вопрос, который требует консультации юриста, вы можете прямо сейчас прийти по ссылке под этим видео и задать любой свой вопрос юристу, либо выбрать юриста и обратиться к юристу. И более того, наш сервис позволяет вам по вашему запросу найти именно такого юриста, который специализируется именно по тематике вашего вопроса, то есть является экспертом именно в области, в которой вам нужно помочь. Там же вы можете смотреть подтвержденные отзывы юристов и также их рейтинги и выбрать для себя наиболее компетентного, который вам больше всего подходит. Также на сервисе «Доступное право» есть режим безопасной сделки, то есть юрист не получает денежные средства до тех пор, пока качественно не выполнит услуги. То есть вы в любом случае защищены гарантом сервиса. Поэтому любой вопрос, либо консультация, либо составить документ, в общем, все что угодно вы можете сделать по ссылке под этим видео на сервисе «Доступное право». На этом все. Всего доброго. До встречи в новых выпусках. Доступное право.